14-й тур, который будет закрываться тремя матчами параллельно. Все внимание на, как многие называют, центральный матч 14-го тура MLB в первой лиге. Аланья против Балтики, знаете, это уже какая-то классика в первой лиге. Больше всего эти команды между собой играли именно в этом первенстве. Вспоминая знаменитый монолог Чацкого. А судьи кто? Пожалуйста, это Андрей Фисенко, это Максим Белокур, Виктор Медведев и Никита Морозов. Ну а мы с вами начинаем эту игру. Хозяева с центра поля. Поехали! Стартовый свисток дал Андрей Фисенко. Ну и давайте знакомиться с участниками этой игры подробнее. Начнем с гостей. На выезде уже Аланья один раз побеждала со счетом 1-0. И, как вы понимаете, Гоглоев тогда единственный мяч за Аланью забил. Опасный момент! И будем ли мы с вами считать этот шажок как за первый удар в створ? Ну давайте посчитаем. Смотрим. Действительно удар! И выручает свою команду Бориско! Максим Бориско. Великолепное спасение. Я вот не могу сказать, что здесь скромные нули, потому что они таки просятся, чтобы поменяться. Хорошая передача на Гоглоева. Гоглоев что придумает 37-й номер красиво. Удар! И Бориско снова на месте Максим. Как-то раз Гоглоев обращается с мячом. Порой кажется, что Гоглоев не обрабатывает мяч. Он с ним танцует. Смотрим. Какое. Именно он будет выполнять подачу. Нет, Гоглоев опасно! И какой момент у Алании был только что! Они перемудрили всех, но не себя самих. И здесь потрясающий момент упускают ладикавказцы. Балтика в атаке. Есть передача на правый фланг. Смотрим внимательно. Опасная атака. Подача. Удар заблокирован. Еще попытка. И здесь два заблокированных удара подряд. Что-то похожее мы видели в матче с черноморцем. Зоны открываются. И это тоже надо иметь в виду. Подстраховка работает. Правда, перевод на лево опасная. Можно бить отсюда. Пауза. Раз. Пауза. Два. И как сейчас? Не удалось пробить из крайне выгодной позиции. Еще один вопросительный знак. Мы задаем вопросы. В атаке Балтики будет забитый мяч. 1-0. Они добиваются своего. Все. Все. Вопросов нет. Есть ответ. И такая, знаете, многогранная атака приводит к результату. Номер 70. Абу. Саид Эльдарушев. Ну и на паузе раз. На паузе два. Будет удар три. Спасение Солдатенко. Четыре. Ну и браво Солдатенко совладал с этой угрозой. Разминаются и у тех, и у других футболистов. Ошибка на равном месте у Алани. Она может стоить дорого. Владикавказ сам перевод. Хороший. Оставление. Пауза. Удар. И 2-0. Вот одна ошибка. И расплата за нее. Когда все было под контролем. Когда можно было сыграть попроще. Но стали усложнять себе ситуацию. И получили второй пропущенный мяч. Это Сергей Пряхин. Ну вот сможет ли Виктор Нафиков исправить положение. Два мяча он забивал в этом сезоне за Аланию. Опасный момент. Можно пробить отсюда. Перевод налево. Алания в штрафной площади. Удар. Еще раз смотрим на повторе. Классная короткая передача. Губиев. Один из тех, кто тоже появился по ходу второго тайма. И тут как будто бы даже был рикошет со стороны Андрады. Приехали домой. Одержали победу над КамАЗом. Потом над Тюменью. И очки в домашних матчах они смогли забрать. Классный момент у Алании. Удар Бориско. На месте Максим. Лирическую паузу завершает. Нас к футбольной прозе возвращает. И этот мяч в своей перчатке в очередной раз. Рассистал Солдатенко. Не стал далеко мяч вперед убивать. И на этом все. Дает финальный свисток Андрей Фестенко. Алания проигрывает. Балтика побеждает. 2-0. Таков итог в рамках 14-го тура Мелбет первой лиги. Сегодня Владикавказцы впервые пропустили. Когда возглавил команду Спартак Огнев. Ну а Андрей Толалаев сделал правильные выводы. Продолжение следует.